приветствую и все-таки есть нож который заслуживает того чтобы еще раз о нем поговорить и еще раз посмотреть хотя бы на него при нормальном освещении конечно этот микротек соком элит 11 года на торксах ну можно сказать уже олдскульная модель тут более толстые микробарчик немного другая форма стеклобоя потолще чуть клинок еще какие-то отличия там есть от следующих уже элитов которые идут с другими винтами более поздними в целом конечно дико классняцкий нож то есть мне кажется отвечает всем требованиям которые могут возникнуть к какому-то городскому универсальному ножу то есть если уносить то он может покрыть все ниши использования как например там есть какие-то вдруг аварии на транспорте там разбить стекло и выбраться перерезать какие-то толстые веревки канаты ремни безопасности при этом там тоидные достаточно как говорят англоязычные наши коллеги бифи мясистый такой клинок то есть побольше конечно мясо чем на клиппойнте и более такой ломовитый толстый очень клин очень прикольно лежит в руке и при всем при этом нужно сказать что он достаточно легкий компактный носить его не обременительно удобная система открывания то есть шпиньки здесь комфортные клиночек летает здесь получать за счет того что алюминиевая рукоятка и достаточно толстый клинок еще и там то на нем побольше стали чем на клиппойте соответственно клиночек потяжелее такая специфическая развесовка ну то есть в принципе баланс он находится по идее вот так то есть ну по идее как и должен добыть но все равно ощущается как будто клиночек там чуть потяжелее в принципе кто-то там жалуется что имеющие что у него нож может вывалиться мы для этого можно какой-нибудь там шнурочек и резинку там трусов не знаю кому что то что отверстие здесь достаточно большого диаметра не то что на дельте там какая-то для не знаю чего диаметр вот и то есть в моей в моем как бы восприятие ножей этот нож занял такую нишу что в принципе он можно оставить его одного все остальные избавиться от них потому что он реально классняцкий я когда поехал какой-то там туристическое путешествие небольшое я взял с собой только его потому что когда на автомобиль едешь в принципе тут полный спектр того что понадобится ну конечно еще мультитул который всегда есть а так вот стеклобой там для каких-то непредвиденных ситуаций там резучий очень клинок серрейтерный полусеррейтерный вот ну так вот чисто посмотреть на него даже приятно в руке его даже приятно подержать и честно сказать он настолько крутой что я чуть был уже еще один с черной такой рукояткой пока они еще есть вот эти олдскульные на торксах но конечно то что сейчас происходит с курсом доллара вернее с поведением рубля по отношению к доллару то это становится ну просто как-то нереально когда я убрал 1010 рублей в итоге со всеми пирогами стало теперь это будет сколько больше чем в два раза дороже но конечно ну так что вот поэтому и как-то его теперь даже блин ну не то что жалко его в принципе конструкция здесь достаточно с большим запасом прочности тоже гуляют фото по интернету дико таких ушатанных этих элитов то есть это говорит о том что их можно долго и долго и ушатывать и они все равно все работают там за за счет того что они популярны и могут поменять целую кучу хозяев и при этом все равно быть работоспособными на в принципе становится его немного жалковато уже теперь там чисто носить собой потому что понимаешь что замену такому такой же нож уже добыть будет непросто опять же если вот посмотреть рядом с дельтой ну дельт конечно специфически то есть она отличается и в прежде всего за счет этого вот какого-то выстреленного открывания то есть клинок буквально выстрелим происходит это за счет того что вначале накапливаются усилия за счет то что шарик достаточно глубоко входит в клинок усилия и потом когда он преодолевается уже большой импульс он просто вылетает этот клинт на эти подшипники в принципе за время использования к подшипникам никаких нареканий не возникло конечно каких-то особо сильных там нагрузок боковых этот нож не получает даже тут очень такой интересный городской как ножик такой несколько может быть все тактической направленности можно сказать но в принципе скорее маркетинг то есть городской ножик какой-то более жесткий для более такой для более хренового города или там для более суровых районов может быть это наверное все таки элит то есть он какой-то мало того что и сам по себе такой достаточно качественно сделанный приятности не стыдно его там где-то собой носить вот а этот он уже такой более миролюбивый какой то что не знаю как сказать более пижонский какой-то тут конечно его так быстро уже на ощупь не откроешь то есть ну тут этот шпенечек поменьше и не все его до сих пор могут спокойно открыть вот но по крайней мере здесь есть сухари кстати вот за сколько он уже год полтора наверно а чему-то собственно говоря из нашего то есть тут стальной сухари и клинок стальной тут не будет там как титан на сталь натираться наверно как на терочке здесь в принципе так вот они рядышком так смотрятся да конечно клинок толще у элита толще потолще потолще но стоун вошь он конечно в этом плане выигрышен тем что царапины на нем практически не видны